Литлерный поезд Услышал этот шум и простонал Ах, боже мой, как это ужасно Все это лишнее, я просто не могу Но толпа уже скандировала Просим Льва Николаевича на минуту Хотя бы на минуту показаться у окна Граф согласился На толпу из окна вагона устало смотрел Сильно похудевший, сгорбленный, совершенно седой старик Поезд взрогнул и медленно поплыл мимо перона А вдогонку ему неслось Поправляйтесь, Лев Николаевич Возвращайтесь здоровым Храни вас Бог В ту осень Толстой направлялся в Крым для лечения К которому относился скептически и любил повторять Смерть это лишь пробуждение от томительного сна Который есть жизнь И врачи не должны мешать умирать Крыму Толстой встретился с Чеховым Сам Антон Павлович, будучи врачом, вспоминал Что за болезнь у Толстого, понять не могу Язвы в желудке и кишечнике сказывались бы иначе Рака тоже нет Он отразился бы прежде всего на аппетите и на общем состоянии Болезнь его испугала меня И держала в напряжении Я боюсь смерти Толстого Лев Николаевич любил беседовать с Чеховым обо всем Но никогда не касался литературных тем Во время их последней встречи граф взял Чехова за руку И улыбнувшись сказал Вы хороший Антон Павлович А пьесы ваши все-таки плохие Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира Но ваши пьесы еще хуже Тогда же у Толстого началась пневмония От которую он так и не сумел излечиться до самой смерти Болезнь приносила Толстому скорее страдания не физические, но моральные Приводила к душевным кризисам Навевала то, что Лев Николаевич называл арзамасской тоской В 1876 году во время одной поездки Толстой остановился в городе Арзамасе Здесь, в одиночестве, в грязном номере гостиницы Он в первый раз испытал приступ невыразимой беспричинной тоски Страха смерти Такие приступы затем повторялись Но особенно часто они случались во время поезда к Толстому Из письма Льва Николаевича Софье Андреевне Очень усталый приехал в Киев Все утро ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой Не стоило того Всем пошел опять в Лавру, к схимнику Антонию И нашел мало поучительного По приезде в Ясную Поляну Толстой впал в какую-то отчаянную апатию Не спал и не ел Постоянно плакал и тосковал Летом 1881 года Граф совершил пешее паломничество в Оптину пустынь В монастырь Толстой пришел часам к шести вечера Зазвонил колокольчик И Яснополянский странник в кафтане с котомкой за плечами Вошел в трапезную Однако в чистую столовую графа не пустили А посадили ужинать с нищими После ужина Толстой направился в гостиницу на ночлег Но монах, увидев Абутова в лапте богомольца В номере ему отказал Лишь после вмешательства друзей Толстого Ему был отведен номер в гостинице третьего класса Соседом Льва Николаевича оказался сапожник из Болховского уезда На следующее утро граф жаловался, что всю ночь не спал Потому что его сосед ужасно храпел А на его просьбу не храпеть Грубо ответил Что ж ты мне прикажешь, дедушка, из-за тебя не спать всю ночь, что ли? Весь следующий день Лев Николаевич провел в прогулках по окрестностям Опкиной пустыни На службу он не пошел Но вечером отправился в скид За взором в роте, у которого пробыл четыре часа Много позже, вспоминая этот визит к святому старцу Толстой восхищался Этот отец Амбросий совсем святой человек Поговорил с ним, и как-то легко и отрадно стало у меня на душе Вот когда с таким человеком говоришь То чувствуешь близость Бога Святой Амбросий же, напротив, вспоминая свой разговор с Толстым, сокрушался Какой гордый, гордый человек Вернувшись из Крыма, Лев Николаевич чувствовал себя значительно лучше Он возобновил свои пешие прогулки Изредка даже играл в теннис и комнатный балал Однако сообщение о смерти писателя Николая Лескова Вновь нарушило его душевное состояние Лев Николаевич знал, что Лесков умер в припадке грудной жабы Эту же болезнь граф предполагал и у себя Он детально выспрашивал у врачей, лечивших Лескова Обо всех подробностях его смерти Сравнивал свое состояние с бывшему Лескову Симптомы ему казались зловещими Софья Андреевна говорила, что все это навело Левочку на мысль о собственной смерти Он стал еще сосредоточен и молчалим Из письма Льва Толстого Ну вот и хорошо, близок конец А я все тот же, по-прежнему исповедую то, что признавал истиной Когда был здоров и далек от смерти Сам процесс лечения всегда угнетал Толстого Но события, происшедшие в январе 1902 года, буквально потрясло его Зимой Льва Николаевича обкладывали ватными компрессами Потому что хроническое заболевание легких обострялось в это время года Однажды во время такой процедуры от свечей загорелась вата Компресс вспыхнул, как порох, и пламя охватило всего Толстого Конечно, огонь был мгновенно потушен Но Лев Николаевич еще долгое время находился в шоке Усмотрев в этом происшествии дурное предзнаменование для себя Вновь и вновь Толстой повторял Да, вот приближаюсь к смерти И не без удовольствия Тогда многие сравнивали Льва Николаевича с Гоголем Говорили, что он ударился в мистицизм И действительно, теперь все мысли его были устремлены К уяснению смысла жизни, к божественному Духовная тема стала основной в разговорах Толстого С многочисленными посетителями его Яснополянского дома Говорил он на эту тему с ожесточенным убеждением Сильно стуча по камням тротуара, палкой Сказал, что он производит какие-то заклинания Еще в марте 1855 года Толстой писал Разговор о божественном и вере Навел меня на великую громадную мысль О существлении которой я чувствую себя способным посвятить жизнь Мысль эта – основание новой религии Очищенной от веры и таинственности Религии практической Не обещающей будущее блаженства Но дающей блаженство на земле Подобные разговоры всегда возбуждали Льва Николаевича Он редко находил в своих собеседниках единомышленников Пожалуй, исключение составлял лишь некто Сютаев Сектант, крестьянин Тверской губернии По ремеслу каменотез Сютаев имел огромное влияние на Толстого Лев Николаевич восхищался Удивительно, что мы с Сютаевым пришли к одному и тому же Совершенно независимо один от другого Так же, как и Толстой, Сютаев отрицал церковь и обрядность Проповедовал братство, любовь и жизнь по Божии Граф настолько увлекался его проповедями Что часто приглашал гостей И заставлял Сютаева при них излагать свои взгляды Вполне естественно, что Синод относился к этим собраниям отрицательно Из донесения оберпрокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева К государю-императору Александру Третьему Решаюсь писать к вашему величеству о предметах неутешительно Нельзя скрывать от себя, что в последние годы Крайне усилилось умственное возбуждение Под влиянием сочинений графа Толстого И угрожает распространением странных, извращенных понятий О вере, о церкви, о правительстве и обществе Народ совсем отстал от церкви Казалось, что Льва Николаевича не то что не пугала Но даже ободряло такое отношение власти к нему В московском доме Толстых, что находился в Хамомниках Недалеко от храма Николая Угодника Постоянно толпился народ Студенты и рабочие, писатели и художники Крестьяне и университетская профессура Паломники со всех концов России и иностранцев Все они желали одного – услышать Толстого, разговаривать с ним Согласно учению Толстого, Иисус Христос ошибочно называл Себя Сыном Божиим А на самом деле Он был незаконорожденным Обычным нищим, которого ввечевали, а потом повесили на кресте В своем трактате «В чем моя вера» граф писал «Христос учит людей не делать глупостей Христос говорит еще Не бегай за всеми женщинами За зло не плати злом А то зло вернется на тебя еще злее, чем прежде Как подвешенная колода с медом, который убивает медведя И так не делай глупостей, и тебе будет лучше 25 февраля 1901 года было объявлено об отлучении графа Льва Николаевича Толстого от церкви Епископ Сергий Строгородский, будущий всероссийский патриарх, говорил тогда Его не надо было отлучать Потому что он сам сознательно отошел от церкви В день отлучения Толстой совершал прогулку по Москве На Луганской площади толпа узнала графа и окружила его Раздался чей-то иронический голос Вот идет дьявол в образе человека Это послужило сигналом Толпа бросилась к Льву Николаевичу Все кричали, кидали кверху шапки Толстой совершенно растерялся В возбужденную толпу К своему отлучению Лев Николаевич относился внешне спокойно Ну, что они этим доказали? Добродушно спрашивал он И принимался рассказывать о разных курьезах, связанных с отлучением Но иногда он не мог скрыть свои переживания Однажды к Толстому пришла старушка из коммунического храма Принесла просфорку и сказала Скушайте, Лев Николаевич, во славу Божью, на доброе здоровье Приняв просфору, Толстой заплакал Незадолго до отлучения Толстого от церкви С осуждением писателя, хулившего спасителя и Богородицу Выступил праведный Иоанн Кронштадтский Пастырь назвал Толстого обольстителем и антихристом Предсказав ему лютую смерть Толстого Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из письма Софьи Андреевны Толстой Случилось то, что уже столько раз случалось Лёвочка пришёл в крайне нервное и мрачное настроение Сижу, распишу, входит. Я смотрю, в лицо страшное. Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться. Жить так не могу, еду в Париж или в Америку. Я спрашиваю, что случилось, в ответ, ничего. Но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь встанет и не везет. Потом начались крик, упреки, грубые слова, все хуже и хуже. Я терпела, не отвечала. Вижу, человек сумасшедший. Но когда он сказал, где ты, там воздух заражен, я велела принести сундук и стала укладываться. Прибежали дети, Лев. Он стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто. Левочку всего трясет и дергает от рыдания. Тут мне стало жаль его. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние, отчужденность. Все это во мне осталось. Частые семейные размолвки, скандалы все более и более утверждали во Льве Николаевича мысль об уходе. Я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать. Уйти. Мне, как всякому старому религиозному человеку, хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням и теннисам. Всеми силами души хочется этого спокойствия и уединения. В семье и ближайшем окружении эти мысли Толстого вызывали раздражение и недоумение. Из письма Софьи Андреевны Толстой Я все эти нервные взрывы и мрачности бессонницу приписываю вегетарианству и непосильной физической работе. Он замучил себя до худобы, до нервного состояния. Дорогая Соня, я знаю, что ты не могла, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я. И потому не могла и не можешь изменить свою жизнь и приносить жертвы ради того, чего не знаешь. В последнем периоде нашей жизни мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что не мог иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла со мной. Толстой любил весну. В это время года его часто можно было встретить в окрестностях Ясной Поляны, где он совершал длительные пешие прогулки. Завидев белую фуражку графа, крестьяне переговаривались между собой. Май идет. Смотри, вот май идет. КОНЕЦ По приходе домой граф затворялся у себя в кабинете и записывал мысли, пришедшие к нему во время прогулки. Затем эти черновики переписывали его дочери. После их редактировала Софья Андреевна. После чего записи вновь попадали на стол Требу Николаевичу, где он вносил в них последние поправки. Долгими бессонными ночами Толстой читал. Я сегодня слаб, не мог заснуть и все время читал. Никто не догадается, что. Евгения Онегина. И всем советую его перечесть. Но лучше всего у Кошкина его проза. Иногда из-за закрытой двери Софья Андреевна слышала возголосы Льва Николаевича. Теперь уясняется. Приближалось 80-летие писателя. Казалось, что к этому юбилею семейные неурядицы и отключения от церкви были пережиты Толстым. 28 августа 1908 года Льву Николаевичу исполнилось 80 лет. Почти все лето граф был тяжело болен и теперь очень страдал от приготовления и толков об этом юбилее. Особенно его раздражала суета домочадцев и многочисленных поклонников, съехавшихся в ясную поляну. «Опять вы бегаете тут, как герои Достоевского», — повторял Толстой. Еще накануне Лев Николаевич хотел уехать, чтобы избежать громкого чевствования. Но в ночь на 28-е он почувствовал себя плохо и никуда не поехал. Толстой лежал неподвижно с поднятыми кверху ногами. Под передние ножки кровати были подложены деревянные чурки. У Толстого начинался отек легких, и он как никогда был близок к смерти. Через несколько дней Лев Николаевич почувствовал себя лучше. Мгновенно появились фотографы, корреспонденты. Был привезен даже кинематографический аппарат. Граф ощущал себя в центре внимания. Все искали его дружбу, слово, взгляда. И, видимо, это придавало ему силы. В последний год своей жизни Лев Николаевич совершил путешествие по городам и селам Тульской губернии. Он посещал земские окружные учреждения, больницы. В Покровскую психиатрическую больницу города Мещерска Толстой приехал к трем часам дня. Навстречу коляске графа со всех сторон бежал народ. Врачи, санитары, больные. Льва Николаевича проводили в большой зал, освещенный электрическими фонарями. Окна были завешаны темными занавесами. В глубине зала висел большой экран. Толстого посадили в первом ряду, свет погас, и на экране замелькали картины синематографа. Кинематографа. Каждую новую фильму зал встречал рукоплесканий. «Это настоящий кинематограф», — сказал Толстой. По возвращении в Ясную Поляну у Льва Николаевича случился жесточайший приступ меланхолии. В то время Толстой написал в своем дневнике. «Так мучительно, так мучительно. Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравленная. Куда не выйду стыд и страдание. Я не могу долей переносить этого. Не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. В эти дни Толстой впервые явственно почувствовал, что его преследуют необъяснимые кошмары. Он слышит какие-то голоса. Критий, смех, собачий лай. Лев Николаевич говорил об этом своим домочадцам и лечащему врачу. Но они не обратили на это внимания. В ночь с 27 на 28 октября 1910 года Толстой внезапно встал с кровати. Он был совершенно спокойный, даже болен. Оделся, уложил вещи, рукописи, спустился вниз и приказал запрягать. Душин Петрович Маковицкий и дочь писателя Александра Львовна уже выносили вещи из дома. Лев Николаевич попросил не шуметь, чтобы не разбудить Софью Андреевну. Сборы заняли не более получаса. Толстой направился в конюшню проверить готовность экипажа и поторопить кучера. Наконец, все было готово. Пролетка тронулась и медленно поехала, но не мимо дома, а прямой дорогой через Яблоневый сад. Лев Николаевич обернулся к дочери и прокричал. «Прощай, голубушка, ну да мы скоро увидимся». Через несколько минут экипаж растворился в темноте. Дорога была ужасная, темнота, непролазная грязь, лошади едва двигались. Через два с половиной часа пути подъехали к Шамардинскому Казанскому монастырю. В монастыре Толстой провел два дня. Все это время он разговаривал со своей сестрой Марией Николаевной Шамардинской монашкой. И именно по ее совету Лев Николаевич направился в Оптину пустынь, что располагалась рядом, в 15 верстах. В дороге Толстой написал последнее письмо Софья Андреевна «Свидание наше и тем более возвращение мое теперь совершенно невозможно. Для тебя это было бы в высшей степени вредно, для меня это было бы ужасно. Советую тебе примириться с тем, что случилось, а главное – лечиться. Ты должна хоть немного войти в мое положение. Я люблю и жалею тебя от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Прощай, милая Соня, помоги тебе Богу». По приезде в монастырь граф выглядел бодрым и даже веселым. Казалось, что он был полностью удовлетворен ходом событий. По просьбе Льва Николаевича Оптинский архимандрит послал запрос епископу о принятии его в лоно православной церкви. Ответ граф решил ожидать в монастыре. Толстой беседовал с монахами и старцами обители. Он рассказал им, что в последнее время его преследуют какие-то страшные чудовища, которых никто не видит, кроме него самого. Он приглашал к себе соседских священников, двое отказались приехать, а третьего не пустили в дом родственники. Толстой утверждал, что именно по этой причине он бежал из Ясной Поляны. Старцы объяснили Льву Николаевичу, что у великих грешников перед смертью открывается духовное зрение, и они видят окружающих их нечистых духов и демонов, которые ожидают смерти грешника, чтобы взять его душу и ввергнуть ее в ад кромешную. Старцы полностью одобрили решение графа приехать в монастырь и советовали ему оставаться твердым в своем решении до конца. Однако через два дня в Оптину пустынь приехала дочь Льва Николаевича и его врач Маковицкий. В монастырской гостинице, где в это время жил граф, между ними произошел страшный скандал. Дочь кричала, зачем ты, не сказавши, уехал сюда? Отец кричал в ответ, зачем ты приехала? Домой я не поеду и буду доживать свои последние дни в монастыре. Вскоре все стихло. Когда в номер вошел монах, чтобы поменять остывший самовар, то увидел графа неподвижно лежащим на кровати с закрытыми глазами. Через три часа дочь и доктор увезли Толстого из монастыря. До экипажа его вели под руки. Сам он почти не мог передвигаться. Тогда монахи Оптиной пустыни вспомнили пророчество отца Иоанна Кронштадтского, сделанное девять лет тому назад. Вечером того же дня пришло сообщение епископа о том, что дело об отлучении графа Толстого от церкви будет пересмотрено в священном синоде. Но Лев Николаевич уже не узнал об этом. В Козельске Толстой был посажен в поезд, шедший на туру. В третьем классе, в котором ехал граф, было невыносимо душно, грязно, накурено и многолюдно. В сопровождении доктора Маковицкого он выходил в тамбру, чтобы немного подышать воздухом. И, видимо, здесь Толстой простудился, потому что к вечеру состояние его резко ухудшилось, температура поднялась до сорока градусов. Он метался на деревянном вагонном топчане, то просил его укрыть, то сбрасывал плед на пол, страдая от нестерпимого жара. Дальнейшая поездка стала невозможной. 31 октября 1910 года в 6 часов 35 минут вечера поезд прибыл на станцию Остапова. За пять минут до отправления в кабинет начальника станции вошел небольшого роста мужчина, 45 лет, и, назвавшись доктором Душиным Петровичем Маковицким, спросил, не имеется ли у вас на станции отдельной комнаты, в которой мог бы поместиться Лев Николаевич? Для какого Льва Николаевича требуется комната? Для Льва Николаевич Льва Николаевич Льва Николаевич Льва Николаевич Льва Николаевич Софья Андреевна с детьми. Узнав об этом, Толстой умолял доктора Маковицкого не пускать к нему жену. Доктор обещал. Но с этой минуты Льва Николаевич неотступно преследовала ужасные мысли, что она вот-вот войдет. Его вновь начали мучить кошмарные видения. Однажды ночью Толстой вскочил с кровати и в ужасе закричал, указывая на закрытую стеклянную дверь. Она здесь, вот, смотрим. Его вновь уложили в кровать, а дверь, за которой никого не было, завесили черным покровам. 5 ноября в Остапово приехал игумен в Арсенофии, изоптенный в Веденской пустыне, с секретным определением Священного Синода. Он настойчиво добивался свидания с Львом Николаевичем, но ему было категорически отказано. В ночь с 7 на 8 ноября графиня Софья Андреевна, наконец, была допущена к Льву Николаевичу. Он не узнал ее. Она опустилась на колени перед изголовьем кровати. Стала шептать молитву и крестить умирающего. В 6 часов утра Толстой умер. Стала шептать молитву и крестить умер. Старец увидел несущуюся по воздуху массу бесов и льва Толстого, который спасался от них. Он стремился к монастырскому храму, но демоны преграждали ему дорогу, мешали ему, хватали его за руки, за волосы, за одежду, пока, наконец, совсем не окружили его и не увлекли за собой в пучину, у самой скалы, на которой стоял Валаамский монастырь. Только впоследствии прозорливец узнал, что именно в этот день на станции Остапова умер Лев Николаевич Толстой. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ